Спасибо, что смотрите наш ролик. Видео мы ждем в ваших комментариях. Ставьте лайк и не забудьте подписаться. Сегодняшний Ташкент город строящийся. Ведь практически в каждом районе столицы можно встретить строящиеся объекты, будь то новые дома или же, например, дороги. Однако не всегда новое строительство или перепланировка улиц значит улучшение. В редакцию новости Узбекистана поступило обращение от наших сограждан, обеспокоенных планами переустройства территории, расположенных в Нешнабадском районе, вдоль улицы Фаргунайюли, непосредственной близости от бывшей бумажной фабрики Узбум. Как оказалось, еще в конце XIX века для расхватирования в этом районе войсковых частей и при бывшем пороховом заводе, который в начале 30-х годов XX века был перепрофилирован бумагоделательный завод Узбум, было построено немало капитальных и добротных зданий в стиле так называемой дагестанской архитектуры Средней Азии. При нашем посещении этого района, и в частности участка улицы Фаргунайюли, где расположена большая часть исторических зданий, действительно находятся отдельные ареалы одноэтажных коттеджей, знакомые всем ташкентцам туристанском архитектурном стиле, с превосходной сохранностью, в которых до сих пор живут люди, и которые могут быть снесены с заменой на многоэтажные, жилые, коммерческие и административные здания. Нам также сообщили, что на обращение заинтересованных лиц ВАДы из различных инстанций, и в том числе ВАДы из Кабинета Министров и Госкомитета по туризму, в течение уже более двух месяцев никакого ответа на просьбу о необходимости сохранения этой редкой и выразительной архитектуры и поедания ей статуса архитектурного памятника пока не поступило. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы решили обратиться к специалистам, историкам, архитекторам и просто жителям этих домов, чтобы выяснить, насколько в действительности здания в этом районе заслуживают того, чтобы их сохранить. Ведь в каком еще качестве можно использовать эту застройку, если весь район ожидает комплексная реконструкция и переустройство? После ликвидации последствий ташкентского землетрясения 1966 года облик старого Ташкента очень сильно изменился. Почти полностью потерялись ансамбли, которые составляли гордость Ташкента, новой его части с этой стороны Анхора. И в настоящее время вообще трудно себе представить, как выглядел Ташкент 20 века. Новое строительство очень сильно изменило впечатление от города. И практически на территории Ташкента осталось очень мало уголков, которые могут показать и постороннему человеку-туристу, да и нашим согражданам, каков был Ташкент в конце 19-го и в 20-м веке. Но на территории Ташкента кое-где, к нашему счастью, сохранились строения, которые составляют не просто отдельные изюминки в пудинге, как, скажем, знаменитые здания, построенные в туркестанском стиле в конце 19-го, начале 20-го века. Они вот где-то вставлены в современную городскую среду, а вот чтобы ансамбль появился, таких мест практически показать нельзя. И мы сегодня можем только на пальцах рассказывать о том, каков был Ташкент. Тот самый добрый старый Ташкент, ностальгию по которому испытывают не только жители нашего города, но и те, кто давным-давно покинули столицу Узбекистана и живут в разных концах мира. И вот удалось найти такое место в Ташкенте, которое может быть после, конечно, определенных работ приведено в такое состояние, чтобы показать ансамбль жилой, я подчеркиваю это, не общественной, а жилой застройки старого Ташкента. Это район Узбума, узбекского бумажного комбината. Но это так мы сегодня его называем. А ведь до того, как здесь организован был этот огромный комбинат, делавший бумагу и картон, здесь находились пороховые заводы. Они, конечно, были засекречены еще в конце 19 века. И строение для этого завода, и для инфраструктуры, потому что работники завода должны были жить поблизости от него, это все, к нашему счастью, сохранилось и требует внимания людей. По имеющимся у меня сведениям, строительство этого небольшого городка, потому что на этой маленькой улице она отходит от современной большой улицы Фергана-Юле в сторону Узбума, проходной Узбума. Так можно, как сегодня говорят, локацию показать. Есть у меня сведения, что первоначальное здание порохового завода вместе с этим небольшим городком для инженеров и техников завода курировал и строил главный строитель Туркестанского края, действительный статский советник, помощник туркестанского генерал-губернатора по строительной части Вильгельм Гейнцельман, знаменитейший строитель и архитектор нашего края, тот, который дворец великого князя построил, ташкентское отделение императорского банка, или, скажем, казенную палату. Это я сейчас называю здания, которые и сегодня стоят в Ташкенте. Многие из его зданий не сохранились. Но вот совсем недавно государство, республика Узбекистан, решило воссоздать его произведение. Кауфманский детский приют, подлинник которого в Академгородке нужно было снести, и точную копию построили совсем недавно, вот год тому назад, на нашем ташкентском Бродвее. на Саэльгох, где теперь в этом здании размещается, по моим сведениям, значит, дом приемов Министерства иностранных дел. Это в 1916 году тот же самый Вильгельм Гейнцельман как благотворительную помощь Ташкенту, уже будучи на пенсии, построил в Никольском поселке. Так тогда назывался Академгородок наш, ташкентский. Таким образом, вообще строение Вильгельма Гейнцельмана, они представляют огромный интерес. И просто чудо, что вот эти частные дома, в принципе, они сегодня вообще частные дома, да и были они построены для служащих, инженеров и техников, сначала порохового завода, а потом здесь поселились, конечно, работники-инженеры Узбума. И они почти все сохранились. Правда, у них есть пристройки. Но вот когда мы обратим внимание на фасады этих зданий, на их внутреннее устройство, мы увидим, что все признаки той самой знаменитой туркестанской архитектуры, которая базируется на особых свойствах туркестанского кирпича, вот этого буро-желтого чуда, не боящегося ни воды, ни времени. Вот что нас прежде всего интересует. И вот эти карнизы, выложенные фигурно, особое устройство вентиляции, оказывается, все это действует до настоящего времени. И если поработать в этой части города, освободить дома от мишуры современности в виде вот этих заборчиков, в виде пристроек совершенно никчемных и ненужных, то мы можем получить удивительный туристический объект. То есть объект, который может показать любому и нашим согражданам, и приезжающим к нам туристам со всех стран, как выглядел старый Ташкент. Деревья даже эти еще многие остались здесь. Говорят, что даже подземные ходы для перевозки пороха в сторону железной дороги тоже здесь сохранились. Но это особая статья. Это уже касается самого здания комбината Узбум, который сегодня предполагается сделать туристическим объектом. А вот эти здания, которые пока что еще ждут решения своей судьбы, и которые, может быть, составят красоту Ташкента, потому что нигде больше в Ташкенте ничего подобного не сохранилось. Я подчеркиваю, это не единичное здание, а целый ансамбль, построенный по единому плану и, в общем-то, в очень хорошем состоянии. Я являюсь хозяином этого здания, этого дома. В этом доме я живу с 93-го года. Я работал на Ташкентской бумажной фабрике мастером. И через 3-4 года мне дали это здание. Я сделал реконструкцию. Оно прошло все эпохи, скажем так, в самые тяжелые дни, землетрясение, оно в порядке. Мне здесь нравится жить, никаких проблем нет. Коммуникации, свет, газ, все у нас есть. Канализация. Я считаю это здание историческим. Если даже я немножко изменил фасадную часть, гордостью моего дома является вот этот подвал. Таких подвалов в Ташкенте, я не знаю, есть или нет, знаю, в нашей Махале, скажем так, их всего осталось, по-моему, около трех. Зимой сюда, если видите, там пол был сделан из битума, чай битума, и туда бросали лед. И чтобы сохранить мясо и прочие продукты, туда бросали лед. И назначение в подвал в чем было? Чтобы продукты долго сохраняются, когда у них одинаковая температура. Вот зимой и летом здесь практически одна и та же температура. И тогда все продукты будут в хорошей сохранности. Дверь, она с тех времен еще. До меня ее делали. Вот если посмотреть, у нее здесь несколько, скажем так, степеней защиты. Первое, если посмотрите, вот сюда штыр входил, и сюда вот есть здесь резьба. Можно ее восстановить. Вот первая степень защиты. Вторая степень защиты, вот щеколда. Можем просто, чтобы ненадолго, отмычка, приходишь, вот она закрывалась. Это два. Это вот третья защита. Сюда вешался замок, и невозможно было открыть. Вот это четвертая защита. Сюда сюда вешается замок. А здесь вот пятая получается у нас. То есть сделали так, чтобы никто не мог покуситься на содержимое этого подвала. Я такие подвалы видел в фильме «Свадьба Малиновки». Примерно он такой же. Примерно такой же. Если помните, туда забегал один из героев. Выходил оттуда веш замерзший. Ой, я замерз, как на морском дне. Здесь вот было много камней, было много мусора. Ну, я не знаю, тут машин 7-8 мусора выдачил. И просеяли мы все, чтобы мусор всякий убирали. И вот то, что вышло из этой земли. Это вот поэтиша называется. Это вот обычная тиша, а это поэтиша, которая снимает кору с дерева. С бревна. Я хочу, конечно, больше сделать себе музей. Не знаю, если получится. У меня 2-3 самовары есть с тех времен. Вот хочу сделать не для продуктов, а еще, чтобы частью там стояли самовары. Пошли в Новую Вене. Везде у нас строят многоэтажные дома. Город теряет свой облик. Как бы все застроено в коробках. Ташкент теряет свое лицо. Я хотел бы, чтобы такие дома остались. Вот даже ради этого подвала стоит здесь все оставить. Сюда иногда приходят экскурсии. Я им показываю, как это построено. Что это за кирпич. Чему интересно. Сейчас таких кирпичей не выпускает. Надо стараться сохранить. Вот у меня, видите, деревья. Завтра здесь построят, и опять городу будет нечем дышать. Поэтому я хотел бы, чтобы все поняли, что надо думать и о том, что здесь построить опять многоэтажки, и завтра по городу Ташкента невозможно будет ездить. Поэтому я приветствую, что сейчас решили строить новый Ташкент. Это за пределами города, возле русла реки Черчик. Поэтому мне будет жалко. Здесь мы играем с соседями, все мы друг к другу ходим. У нас все друг друга знают. Давным-давно. Друг к другу гости ходим. Вместе на праздники собираемся. Дети забегают ко мне во двор, к ним во двор. Мои дети бегают. У нас очень дружно здесь. Несмотря на то, что это частное владение, то, так сказать, внутренний туризм Узбекистана уже использует возможность показать людям, как жили ташкентцы в начале 20 века. И эта улица становится на наших глазах туристическим объектом. Но, конечно, требуется большое внимание государства и агентства по туризму для того, чтобы эта примечательная часть нашего города стала бы привлекательной для международного туризма, для того, чтобы показать историю Ташкента. И мне кажется, что это творение Генцельмана можно превратить в такой архитектурный заповедник, который будет украшать наш город. Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжая беседу об историческом наследии Ташкента, мы, как архитекторы и специалисты в области реконструкции городской среды, хотели бы прокомментировать ситуацию с точки зрения сугубо профессиональных взглядов и суждений. Меня зовут Рафшан Салимов, я кандидат наук, специалист в области реконструкции исторических центров городов Узбекистана. Рядом со мной Мурат Хасадь Махмудович Усманов, кандидат архитектуры, доцент Ташкентского архитектурного строительного института и главный архитектор проектов, глава студии САД, член Союза архитекторов Куранов Александр Евгеньевич. Историческая застройка в районе Узбума, которой посвящена наша сегодняшняя передача, безусловно, представляет большую ценность не только духовную, как памятник нашего прошлого, как образец строительной культуры, но и как уникальное планировочное образование, на базе которого можно создать первый и уникальный для Ташкента полноформатный туристический центр мирового образца. Я подчеркиваю, полноформатный туристический центр мирового образца, беспрецедентное проектное решение для Ташкента, потому что ничего в прошлом у Ташкента не было в этом плане. Центральные функции не зарождаются на голом месте и не возникают на свежевыстроенных комплексах, которые создавались в прошлом и которые строятся сейчас в различных частях города. Процесс формирования общегородского центра – это дело небыстрое и больше эволюционное, в основе которого лежит историческая застройка как главный строительный материал. Это давно подтверждено градостроительной практикой во всем мире, что исторический материал является основой для развития общегородских функций. За все минувшие годы, с начала масштабной перестройки города в 1966 году, сразу после землетрясения, при всех попытках проектировщиков создать в Ташкенте развитый рекреационный, досуговый и одновременно деловой центр с высокой активностью населения как днем, так и вечером, из этого мало что получилось, к сожалению. Отдельно существует аллея Голубых Куполов, как некая рекреационная зона, отдельно улица Сейлгох, отдельно улица Новои и, может быть, еще какие-то фрагменты центра. Но цельного и популярного места, как в других известных исторических городах, у нас нет. Главная ошибка и архитектов, и городских властей в том, что они не желают искать преемственных путей реконструкции, не желают признавать влияние исторической застройки на развитие уникальных центральных функций, точно так же, как они сейчас не желают это делать с сохранением остатков застройки Узбума. И что нынешними застройщиками воспринимается просто как мусор и хлам, от которого надо в любом случае избавиться в угоду свежему и более доходному строительству. Для сравнения в процессе ознакомления с нашим родиком вы увидите некоторые фотографии из зарубежной практики, в частности, Тбилиси, Баку и Вильнюса. Посмотрите, насколько богатая и содержательная среда создается там, где умеют обновлять и включать историческую застройку в современную жизнь. Причем не только надземную, но и подземную архитектуру, бывшие винные погреба и амбары, складские помещения, которые, кстати, существовали у нас в Ташкенте, на улице, бывшей улице Сулеймановой, но вместо которой в 80-е годы решили построить авсостоянку. Туристическую застройку, сосредоточенную вокруг Узбума, вполне можно сохранить и сделать лучшим местом в городе. Ее можно адаптировать к нынешним планам реконструкции и оздоровления данного района, для чего нужно только желание и участие квалифицированных специалистов. Да, проект реконструкции стоит гораздо дороже, чем новое строительство, причем даже многоэтажное. Требует участие специалистов, которых у нас сегодня уже нет в достаточном количестве, но это необходимо сделать, иначе мы лишимся последней возможности создать то, что создается во всем мире и не является чем-то необычным или инновационным для этих стран и их архитектурной школы. Вот это все, что я хотел сказать в качестве важности наследия Узбумовской территории, насчет важности попытаться что-то предпринять для сохранения исторической застройки, на которой может появиться замечательный образец общемировой практики строительства общегородского центра не только для туристов, что очень важно для нашего города, но и просто для жителей. Обсуждаемый сегодня объект Узбума представляет собой один из элементов динамики развития города Ташкента за последние, может быть, два века, которые мы рассматриваем сейчас. В этом плане хотелось бы сказать, что в целом политика градостроительная по возведению зданий в городе и решению транспортных проблем должен решаться градостроительным советом, где должны быть сконцентрированы специалисты различных областей градостроительного искусства. А градостроительство – это искусство. Так вот, если говорить о Ташкенте, нашем родном городе, он представляет собой как бы трехчастную структуру. Старосложившаяся часть города, где сконцентрировано огромное большое количество махалей с их общественными центрами-гузарами. Далее идет туркестанская часть – это в свое время колониальная часть Ташкента. Ну и дальше уже на северо-восток развивающийся город – это радиально-кольцевая структура города. Так вот, среди всех объектов, среди которых мы рассматриваем как раз и УЗБУМ, представляют собой объекты, которые должны быть входить в перечень культурного наследия наших памятников и не только памятников, а действующих объектов, которые задействованы нашей действительностью сейчас. Возьмите, например, старосложившаяся часть города Ташкента. Да, ее проложили. Узкие извилистые улочки в какой-то момент, в начале 90-х годов, прошлись по ним, прочтите, как бритвы жилет и улицы Карасарайская, Сахбан, Фароби сделали прямыми. Тем самым люди просто-напросто сами себя потеряли в этом окружении, в этой среде. И пока они встали опять на ноги, образно говоря, прошло некоторое количество времени. Но должен заметить такую вещь, что границы Махалей, в отличие от европейского квартала, проходят не по улицам, а по крышам домов или задним фасадам. Это особенность Махалинской застройки. Она подчеркивает демократичность. Но если возвратиться к нам, к объекту, который мы сегодня рассматриваем, это Узбум, он представляет собой памятник не только промышленной архитектуры, но и всей связанной с промышленным производством инфраструктуры, социальных объектов и тому подобных, коммунальных, бытовых. Так вот в этом плане, если мы сохраним, конечно же, есть такое понятие, как реновация, обновление. Берется объект, который потерял свою промышленную функцию, его сохраняют и придают ему новую функцию. Так вот, как Равшан Салимов наш сказал о том, что это может собой представлять новое понимание этой архитектуры, как-то сделать из него туристический комплекс, с сохранением внешнего облика исторической застройки, того периода, для которого он проектировался, и внедрением в него новых функций, как-то туристических, для привлечения туризма. Ведь возьмите, строящиеся объекты, нынешние, они для туристических потоков не представляют большой ценности ни алюкобонды, ни высотные здания, они не интересны, а вот поэтика Востока, которая сохранилась именно в тех регионах Ташкента, о которых мы говорим, старосложившиеся части, части того же самого Узбума, они представляют объекты именно поэтики Востока. Ведь Ташкент это действительно не просто какая-то красивая фраза поэтическая звезда Востока, он является столицей восточного модернизма, конструктивизма и даже постмодернизма. А вот эти объекты, они являются именно в динамике развития, мы можем рассматривать город. Мы должны сохранять старосложившуюся часть, решать вопросы. Потом по вопросу транспортной инфраструктуры города мы начинаем возводить огромные проспекты. Возьмите, например, два объекта цирк и дворец Дружба Народов. Два общественных объекта. Попробуйте пешком пройти от одного к другому. Просто-напросто немыслимая задача. Даже общественным транспортом вы не доберетесь. Берите у цирка такси и добирайтесь до дворца Дружба Народов. Это есть факт. Люди должны ходить в городе по земле, под землю, над землей, два, три этажа, как под землю, так и над землей. Нужно возводить транспортные магистрали и уводить от пешеходов. Город должен быть представлен быть самим пешеходом. Это неотъемлемое решение. Затем, если мы рассматриваем город как организм, то у каждого организма есть свой мозг, есть свои легкие. Так вот, если начать вырезать у человека постепенно легкие, один за другим кромсать, что получится? Человек получится превратиться в инвалида. Но, не побоюсь этого сказать, город наш сейчас стал просто-напросто инвалидом, потому что люди себя чувствуют загнанными в эти самые в рамки автомобильных проспектов и магистралей. И главный постулат, градостроительный совет, именно специалисты должны решать судьбу тех или иных частей городов. Они должны давать предложение. Возьмите Лернера, это такой был мэр города Куритибы, штат Парана в Бразилии. 15 лет градостроитель был градоначальником, он сделал из города сказку. Возьмите в интернете, просто заложите слово Куритиба, Бразилия, и вы увидите, какую сказку сделал градостроитель, который стоял 15 лет во главе этого города. Вот вам один из таких примеров. В отличие от столицы Бразилии, которая не выдерживает никакой критики, символизм в архитектуре сыграл очень плохую роль. План города Бразилии, это птица, парящая в воздухе, как бы летящая, Бразилия, стремящаяся в будущее. Но этим самым 500 тысяч жителей, полмиллиона, загнали в такие рамки, в которых им жить не составляет комфортных условий. Вот вам два примера. Это столица Бразилии и город Куретиба, зеленый город. Комплекс Узбума относится к промышленной архитектуре. И мне хотелось бы рассказать о нескольких примерах международных и отечественных в плане реконструкции, реновации, приспособления, обновления подобных сооружений. Наверное, самым таким значительным и известным сооружением является вокзал в Париже, который был построен в 1900 году, и впоследствии он утратил свое значение, так как располагался практически в центре города, и по решению властей был вынесен за пределы города. Но здание сохранилось, и здание было переделано в замечательный музей, музей Арсе, который французская архитектор, женщина Гио Аолент превратила здание вокзала, это техническое промышленное сооружение, в замечательный музей, который является по посещаемости третьим музеем Парижа и десятым музеем в мире. Этот музей приносит грандиозные дивиденды бюджету города Парижа и сохранение этого объекта, несмотря на грандиозные затраты, сейчас имеет туристическую привлекательность и является одной из достопримечательностей Парижа. Но есть и более мелкие сооружения в Европе, которые, казалось бы, из совершенно непригодных объектов стали туристически привлекательными. Например, в Румынии из заброшенной шахты сделали очень интересный комплекс, который посещают туристы, которым он интересен, где создана очень интересная производственно- туристическая среда, то есть туристам показывают определенные производства. Если мы рассмотрим, например, наши региональные объекты промышленной архитектуры, хотелось бы отметить интересные объекты вдоль так называемой Кауфманской железной дороги, которая была проложена от Оренбурга до Красноводска. И на крупнейших станциях этой магистрали были построены кроме основных, конечно, зданий вокзалов, были построены также и ремонтные мастерские, и водонапорные башни, которые до сих пор сохранились у нас в Узбекистане в районе нашего вокзала водонапорная башня, в городе Янгиюле, бывшая станция Кауфманская, и даже в Кагане. В завершении хотелось бы также напомнить, что некоторые сооружения все-таки в Узбекистане, как Шуховская башня в Бухаре, она получила свое развитие, и сейчас это интересная смотровая площадка и пользуется очень большой популярностью. Поэтому, конечно, обидно, что многие интересные сооружения, в том числе знаменитый черчигский техникум, не вошел в список объектов, охраняемых государством. Хотелось бы, конечно, попросить те службы, которые занимаются сохранением исторического наследия республики, пересмотреть этот список и дополнить его интересными сооружениями, которыми гордится наша республика, которые могли бы принести большой доход нашей республике благодаря туристическому потоку, туристической теме, туристическому империи, которая позволяет нашей республике стать действительно центром туризма в Туркестанском крае. Хотелось бы сказать несколько слов о генеральном плане города. Последний генеральный план, принятый в городе Ташкент, это был 1975 год. Затем с некоторыми корректировками, детальной планировкой, он был принят до 1980 года. В дальнейшем несколько генпланов, которые были, составлялись проектными институтами, не были утверждены, не были согласованы. И, видимо, есть некоторые структуры, которые, наверное, выгодно, чтобы не было генерального плана. Ведь, если генеральный план есть, он должен быть законом, он должен следовать этому генеральному плану. Поэтому составление генерального плана является очень важной проблемой для города. Не только нашего города, а вообще для любого города. Ну, дорогие зрители, в заключение я хотел бы сказать, что у города Ташкента, конечно, очень много проблем, очень много актуальнейших, животрепещущих задач. Не только проблемы реконструкции Узбума, не только проблемы с сохранением исторического наследия, но проблемы, как вы слышали, и с современным проектированием города, с принятием нужных градостроительных документов, с реформой вообще архитектурно-строительного дела, с созданием новых организаций. Ну, не нравится кому-то осуществление градостроительных советов, но какая-то функция из этой специфики должна существовать. Не нравится кому-то реставрационное сообщество, назовите его по-другому, но служба должна существовать. Поэтому мнение специалистов сейчас было озвучено. Я уверен, что сочувствующих и переживающих делу реконструкции Ташкента гораздо больше и среди как среди архитекторов и строителей, так и среди простых граждан. Мы надеемся, что это мнение возимеет какое-то последствие в плане дальнейшей судьбы, решение дальнейшей судьбы той застройки, которая сейчас находится и на территории самого Узбума и вокруг него. Мы надеемся на то, что произойдут необходимые реформы и в службах по охране памятников, которые сегодня желают гораздо большего и лучшего, потому что, как мы все знаем, делать даже не столько в фактическом учете памятников архитектуры в том, как поставлено дело. Инициатива исходит снизу вверх, то есть простые граждане, простые люди обращаются через средства социальных программ в адрес необходимых организаций, что существует здание, как сейчас Александр Евгеньевич упомянул, Черчикский колледж. то есть все это надо решать и решать достаточно энергично и быстро. Мы надеемся, что, опять повторюсь, что это примеру с бума послужит какой-то реновацией, каким-то изменением в существующем положении дел. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok